Добро пожаловать на пересадочную станцию и сегодня нас снова ждет трэш, безумие и постапокалипсис. Я напряг свое острое, как у Кондора, зрение. Дым рассеялся, лучи прожекторов высветили белоснежное одеяние незнакомца наверху трибун. Белый колпак с прорезями для глаз. Брахма, наконец-то! Где ты, жирный ублюдок, шлялся, пока нас чуть не убили? Даже с такого расстояния узнал пушку в его лапах. Револьверный гранатомет, который сам подарил. Что же ты творишь, Димон? Мы так не договаривались? Спаун обещал прислать человека для согласования времени штурма города. И чтобы мы с друзьями могли свалить под шумок. Но сейчас он тут все расхерачит. В подтверждение моих мыслей еще два снаряда взорвались друг за другом. Черт! Прямо перед носом шлепнулась чья-то оторванная волосатая ладонь с татуировкой USA. Брезгливо отбросив конечность, я пополз проворным червяком-комрадом. Самое время валить нах отсюда. Из толпы на трибунах тем временем выскочили бритые парни в зеленых одеяниях. Веганы. Личная гвардия Брахмы. Ну, значит, сейчас начнется мясо. Кришнаиты, не замечая шквал огня, вырубились прямо в сомкнутые ряды пиндосов. Представляю, как те охренели. Заряженные семками сектанты размахивали холодником, падали от выстрелов, но продолжали ползти, как зомби, кусая и царапая бравых солдеров. Я крикнул, стараясь перекричать возгласы боли, грохот взрывов и безумный стук очередей. «Валера, Егорыч, за мной! Че разлеглись за мной?» «Куда бежать?» – завертел головой айтишник. «Кругом мат!» «Котелок пригни и теть твою налево!» – прокряхтел дед. «Залезем на те трибуны и сбежим через выходы!» – предложил я. «Там такая давка!» «Насрать! Прорвемся!» Лесничий подхватил валяющийся тесак и со сноровкой заправского пехотинца пошуршал вперед. За ним Валера по-дебильному отклячев жопу. Ох, словит комрад шальную пулю или осколок. Возле трибун все же пришлось подняться. И тут неожиданно налетели веганы. «Здорово, парни! Мы свои!» – воскликнул я, весело улыбаясь. Но тут же отскочил от пролетевшего ножа. Егорыч зарычал, как медведь. Его топор расколол ближайший лысый череп. Валера заполз под лавку, выкрикнув. «Прости, друг, но я без оружия!» «Будто у меня, но есть, блин!» Отбив выпад длинного кинжала, поймал тощую руку в захват и с хрустом переломил. В лицо летит вертуха. Под семками все казалось замедленным раза в два. Нога оказалась в моем смертельном захвате. Используя инерцию нападавшего, впечатал его мордой в скамейку. С удовлетворением проследил за разлетом зубов и брызг крови. Еще двое бросились в атаку, раскручивая в руках бамбуковые палки. Боевые монахи прямо. Своими каменными предплечьями я одновременно принял оба коварных удара. Палки разлетелись пополам. Поймав обломки с торчащими острыми щепами, всадил каждому врагу под челюсть. Не обращая внимания на хлещущую кровь, я напряг свою мускулатуру атлета и перебросил через себя два трупа. «Вылазь, камрад!» Япнул по скамейке, откуда торчали боты Валеры. «Все чисто!» «Шустро вы!» Удивился он, поднимаясь на ноги. «Вот уж, рукопашная засегдавой не радость!» Усмехнулся Егорыч, вытирая топор зеленой мантии мертвого чувака. «А то стреляешь, стреляешь. Вроде бы и попал. И бес его разберет. Может, и не попал. А топор точно в цель ложится!» «Че прятался, дружище? Че с тобой?» «Да нервяк какой-то с этих семечек. Скорее всего, мало съел. Дай еще!» «Хватит тебе!» Отмахнулся я. «Не в коня корм. Погнали, други!» «Ой, опять бежать!» Простонал дед. «Я, может, еще не навоевался!» Но все же потопал за нами к выходу. «Да ну к чертям эту войну! Кто с кем, за кого, ради чего! Я уже ничего не понимаю! Нахер все это дерьмо! Поскорей домой, в схрон! И не высовывать нос в ближайший год, как минимум!» «Стоп! А как же Лена?» «Я должен ее разыскать!» «Будет хреново, если попадется в руки солдат или веганов!» «Может ведь раскрыть местоположение схрона!» «Но где ее теперь искать?» «Вряд ли она просидела весь вечер в той кафешке!» «Отправлюсь-ка прямо туда, а друзья пусть уходят!» Мы пробились на улицу вместе с последними разбегающимися зрителями. В чаще стадиона по-прежнему бушует ожесточенное побоище. «Ну все, камрады, прощайте!» Сказал я, останавливаясь. «Егорыч, доведи Валеру к его бункеру. Если я не вернусь в течение месяца, завещаю вам все припасы!» «Ты че, Саня? У меня ком в горле будет стоять, когда стану твою тушенку есть!» Воскликнул Друган. «Пойдем с нами! Успеешь еще помародерить! Забыл, что случилось в Пятерочке!» «Мне надо найти Лену!» «А, понятно!» Он поправил очки. «Ты, конечно, помог искать Фиделя, когда он свалился в пещеру, но извини, я тебе помочь ничем не могу. У меня дом, у меня семья. Егорыч, пошли!» «Да я и не просил вашей помощи. Вот, держите!» Я порылся в куртке и вытащил ключи от схрона. «А я подмагнул!» Пробурчал Старчи. «Говорю ж, не навоевался я! Ток маленку твою я б тут оставил! Дурна да капризна девка-то!» «Да блин, советчики! Идите уже!» Я махнул своей сильной рукой. Внезапно наверху стадиона появился молодой прыщавый пиндос с рацией. Начал что-то тревожно выкрикивать. Наверное, подмогу вызывает. «Эх, где сейчас мой револьвер?» «Сразу бы снял щегла!» Увидав нашу троицу, стал кричать еще беспокойней. «Вот черт!» «Бегите, глупцы!» Заорал я. Но со всех сторон ударили лучи фар. С окрестных улочек съезжаются бронемашины Амеров. Черные фигуры мелькают в ослепительном свете. «Дзынь!» Ударила пуля в метре от меня. Мы ломанулись в сторону за спасительный угол пятиэтажки. Вокруг захлестали огненные ленты очередей. «Фух, успели!» «Блин, все равно загонят сволочи!» Внезапно сквозь выкрики приближающихся пиндосов я услышал мелодичный звон и цок от копыт. «Эй, ну что, едем домой или что?» Ленкин голос. Ошарашенно обернувшись, уставился на мою красавицу. В новой шубке сидит в санях, как королева. Фыркают, перетаптываясь олени. Их я сразу признал. Это ж спауновские. Снард спрыгнул какой-то парнишка в короткой курточке с мехом на капюшоне. Махнул рукой. «Ладно, Лен, я погнал. Увидимся, спишемся». «Пока, факел!» «Лена, это что еще, блин, за факел?» «Да залазьте уже, потом поговорим». «Но это не то, что ты подумал». «Ладно, по дороге разберемся. Только бы унести ноги отсюда. Мы все с трудом уселись в санях. Я глянул под лавку и обомлел». «Мой револьвер!» «И вепрь здесь!» Обрадовался Валера. «Трехлинеечка родная!» Захохотал Егорыч. «А еще здесь цайга и ящики с патронами. Даже гранаты есть». «Но, пошли, родные!» Девушка хлестнула по водями. Олени дернулись, стали на дыбы истошно крича, но не сдвинули нарты с места. «Шо сидите?» Повернулся к нам Егорыч. «Давайте ногами топайте. Не видите тяжко животным». «А ты?» Спросил Валера. «А шо я? Мне годков уж сколько. То-то ж». Я слез спокойно, Валера с негодованием. «Избавившись от нашей, особенно моей, массы, упрештуджа рванула вперед. Слава Богу!» Я поспешил следом, ткнув прикладом по лопаткам другана, чтобы не мешкал. Олень, захрипев, забился в судороге. Подломились передние колени, нос уткнулся в снег. Упряжка, естественно, встала. Мы с Валерой подошли, тяжело дыша. Второй олень не в лучшем состоянии, и спасти пена вот-вот отбросит копыта. Вроде никого нет. Ночную дорогу обступил молчаливый заснеженный лес. «Дай им еще семечек, Саня!» Сказал друг, протирая стеклышки запотевших очков. «И мне тоже б не помешали». «Нету больше». Пересохший язык с трудом ворочается во рту. «Мы ж последний схавали два часа назад. Забыл». «Как же так?» Топнул ногой Валера. «Я не смогу дальше бежать. Сил нет вообще. Бросьте меня здесь. Пристрелите». «Бежать не придется. Оленям хана. Выгружаемся и пешком пойдем». «Чего? Тащить все на себе 50 километров?» «Конечно. А ты как думал?» «Да. Вепрь я точно не брошу». «Лена, ты как?» Спросил я. «Не замерзла?» «Нет. Очень теплая шуба. Спасибо, Саша». От ее слов у меня даже усталость прошла. «Ну, чего, хлопцы? Давайте поднимем, коли остановка». Егорыч выпрыгнул из саней, энергично разминая конечности. «Ух, шо-то зяб, дед, аж до костей. Что уже люто я и дрить растудыть?» «Какой поднимем, старый?» Простонал Валера. «Я сейчас свои легкие выблюю». «Как же ты жалок, Валера!» Я покачал головой. «А еще, выживальщик, давай, Егорыч, свой табак. Где достал, кстати?» «Так это ж Леночка твоя, умница-красавица, не забыл про деда». «Импортный какой-то, не то шо мой самосад». Едва старый подошел, меня накрыло спиртовым выхлопом. «Блин, ты еще и накатить успел?» Изумился я. «Так говорю ж, уважила Ленка деда-то». Узловатые пальцы Егорыча быстро скрутили две здоровенные самокрутки. Я с наслаждением втянул крепкий дым, отдающий вишней. Ништяк. В голове сразу прояснилось. «Что с рогатами делать старче? Смогут идти хотя бы?» «А я шо, оленевод, аль ветеринар?» Дед, выпустив облако дыма, смачно схаркнул. «Ну ты ж лесник, я думал, разбираешься в животных». «Да шо тут разбираться-то? Войну ежели конь идти не могет, ствол в ухо и поминай, как звали. А местов котелок солдатский». «Точняк, мне понравилась эта идея». Вытащив из-за пояса револьвер, направился к оленям, взвел тугой курок. Жаль, конечно, все мясо не утащить. «Саша, нет!» Воскликнула Лена, бросаясь ко мне. «Как ты можешь?» «А че, котлет потом нажаришь?» «Я не дам убивать беззащитных животных». «А куда их девать? Все равно сдохнут или волки задерут». «Ну, пожалуйста!» Змолилась она. «Я им даже имена придумала. Худого я назвала в честь Валеры, а этого пухленького с короткими рожками в честь тебя, Сашей». «По-твоему, я пухленький?» Начал закипать я. «Потрогай мои банки, потрогай мой рельефный пресс». «Саша, ну хватит, успокойся. И куртку застегни, а то простынешь». «Отойди в сторону, Лена. Сейчас жестокие суровые времена, не до соплей». «Так, стоп!» Вмешался Валера. «У меня появилась идея». «Да неужели?» Хмыкнул я. «Я ж айтишник, у меня развитый мозг!» Похвастал он. «А что, если нам воспользоваться этим?» Валера отогнул ворот куртки и показал нам. Я чуть не сел в сугроб, расхохотавшись. «Ой, че за пакость?» Скривила носик Лена. Каким-то образом Валера успел под шумок умыкнуть галлюциногенную жабу. Та, высунув мордаху, с тревогой поглядывает на нас. Я уважительно похлопал друга по плечу. «Ой, молодец! Хоть какая-то польза от него!» «Представляю, как Юрец сейчас на говно исходит!» «Кто он без своей лягушки?» «Обычный мудозвон!» «Знакомься, Лена!» «Эта милая земноводная зовут Зюзя!» «Лягушка, что ли?» «Жаба!» «Причем не простая, а волшебная!» «Сейчас увидишь!» «Давай Зюзю, Валера!» «Зачем?» Камрад отступил на шаг. «Как зачем?» «Оленям надо дать полизать!» «Я сам!» Валера шагнул к измученным животным, достал жабу ладонями, прикрывая от холодного ветра. Все столпились вокруг. «Егорыч, не дыми! Ей не нравится!» Прошипел друган. «Ишь, чё! Не нравится!» Проворчал дед, нехотя топча валенком чадящий окурок. Олень фыркнул, обнюхивая амфибию, топнул копытом. «Не будет лизать!» Разочарованно произнес я. «Тихо!» Цыкнул Валера. «Давай, глупая скотина! Тебе надо восстанавливать силы! Я не хочу полсотни кеме тащить на себе оружие и снарягу!» Словно услыхав его бубнеж, рогатый высунул длинный язык, осторожно лизнул пытающуюся вырваться Зюзю, а потом еще и еще раз. «Эй, этому уже хватит! Дай другому!» Подсказал я. Второй зверь, тоже разнюхав ништяк, быстро заработал языком. «Должно сработать!» Кивнул Валера, пряча жабу. «Я видел, как Юрик лизал перед битвой и что потом вытворял!» «Ты лизни сам, раз такой уставший!» «Стойте, окаянные!» Егорыча отбросила в сторону. Упряж рванула со скоростью египетской колесницы и полетела в ночную даль. «Мой вепрь!» Закричал Валера. «Там остался мой вепрь! Убей их, Санек!» И ломанулся, забыв про усталость, вслед затихающему звону бубенцов. «Нет!» Завизжала Лена. Встал на одно колено в классическую позу стрелка. Сайгу не стал снимать со спины. Попаду из револьвера. «Чертов Валера!» Говорил же ему всегда держать оружие при себе. «Так нет, блин, тяжело ему, видите ли!» А теперь скачет на линии огня, заслоняя взбесившихся парнокопытных, которые уже почти не видны во тьме. «Черт!» Я убрал револьвер, помог подняться Егорычу. «Валере надо брать пример с него!» Дед не расставался с Мосенькой, даже гуляя по большой и малой нужде. Очень жаль было патронов, которые уехали в санях. Пригодились бы для моих калашей. Ну да ладно, есть же сайга!» Лена смотрела на меня полными слез глазами. «Там столько вкусняшек было! Хотела тебя порадовать дома!» «Ладно, проехали. Я взял у деда новую самокрутку». «И что теперь делать?» Спросила она. «Что-что! Пойдем потихонечку! Может, олени попустят скоро, или сани перевернутся!» «Ох, опять идтить!» Прокряхтел Егорыч. «А ты разве не хочешь свое бухло вернуть?» «Отпиша отправились следом». Да, мы сбежали из проклятого города. Выскользнули из хищных лап пиндосов. Жаль, конечно, что их осталось еще так много. Но вести войну на уничтожение не входит в мои планы. Мы спаслись, живы и не ранены. Не стоит, наверное, искушать затейницу судьбу. В принципе, здесь можно поставить смачную точку в этом затянувшемся повествовании. Но не раньше, чем вернемся в схрон. Первым делом залягу в горячую ванну с бутылочкой туборга. И вместе с Леной, конечно. Пусть потрет мочалкой мою крепкую мускулистую спину. Потом с Варганем офигительный ужин в честь возвращения. В такой вечер я даже готов забыть об экономии продуктов. И вся ночь будет наша. Без надоедавшего айтишника и бешеного лесного ветерана. «Долго нам еще идти?» В десятый раз спросила Лена. «Немножко осталось». Ответил я с ноткой оптимизма. «Часов через десять придем». «Блин, ты пятнадцать минут назад говорил то же самое». «Ну, значит, девять часов сорок пять минут примерно». Не стал спорить. «А когда рассвет?» «Через месяц, по моим расчетам». «В смысле?» «Сейчас ведь полярная ночь. Ты че забыла, дорогая?» Промолчав несколько минут, спросила. «Может, нам где-то переночевать?» «Блин, жалко время тратить. И ты уверена, что переживешь зимнюю ночевку». «Ну, ясен фиг, что не на улице. Давай какой-нибудь домик найдем или гостиницу». «Гостиницу?» «Пять звезд еще поди». «Опять издеваешься? Я уже все ноги стерла в этих новых сапогах. Ну, Саша». «Ладно, че-нибудь придумаю». «Не стал уж говорить, что пока идем по укатанной дороге, это кайф. Хоть и опасно, можно встретить врагов. А вот дальше придется тащиться по пояс в нехоженных снегах». «Ай!» Ленкин крик заставил меня вздрогнуть и выхватить револьвер. «Что такое, дорогая?» «Запнулась об эту фигню». Я наклонился. Мое лицо под полярной маской расплылось в улыбке. «Цинк с патронами!» «Семерочка!» «Видать, выпали из саней». «Ништяк, Ленусик!» «Смотри под ноги внимательнее, а остальное барахло тыщем. И вкусняшки, которые ты прикупила для меня». «Если их не съели еще твои чокнутые приятели!» Я мысленно сосчитал до пяти, чтобы унять свою ярость. Умеет, блин, обнадежить моя вторая половинка. «Держи!» Протянул я ящик с патронами. «Зачем?» «Ой, какой тяжелый!» «Понесешь!» «А ты?» «А я буду обеспечивать безопасность, нашу безопасность, любимая. Кругом дикий лес, посмотри. Вполне возможно, что кто-то недобрый смотрит на нас из этой голодной темноты». «Мне и так страшно! Зачем ты еще больше напугал?» «Чтобы ты не расслаблялась и не голоси так на всю округу». Хвала северным духам подействовала. Последние полчаса мы идем в сказочной тишине. Только снежок скрипит под ногами. Наконец мне стало жаль девушку, забрал ящик. А то еще свалится от усталости, совсем ведь запыхалась. Из-под расстегнутой шубы валит пар, шапочка на бекрень. «А как же опасность?» Громко прошептала Лена. «Держи сайгу». Я закинул цинк на плечо и весело насвистывая двинулся дальше. Вскоре попалась баночка. Зеленый, мать его, горошек. Прочитал я надпись. «Ух ты, салатика Оливье решила приготовить моя ненаглядная». Сунул ништяк в карман. Метров через сто, как старый дружище, отыскался рюкзак. «Вот это вообще зашибись!» Отряхнул от снега. «Даже нас и термос тут как тут. Что еще нужно суровому выживальщику на бескрайнем севере?» Я запихал цинк в рюкзак, который накинул на свои могучие плечи. Забрал у Ленки карабин. «Эх, найти бы остальное добро! Теперь гляжу под ноги более внимательно. За изгибом дороги я увидел свет. Слева, в глубине леса, мелькают багровые всполохи. Тут же припал к земле. Кто там? Свои или чужие?» Велев девушке замереть и не двигаться, я метнулся вперед, словно изголодавшийся хищник. «Крутяк! Хоть Ленка заценит меня в деле!» Старался не шуршать и не задевать сухие ветки, двигаясь по глухому снегу, как уш по утренней рассе. Тяжесть верной сайги вселяла уверенность в быстрой расправе над чужаками. Что ж, моя паранойя никуда не делась. Хорошо. Без нее было б не так интересно выживать в этом жестоком мире. Но вся моя скрытность не пригодилась. Это друзья. Я услыхал кашляющий смех Егорыча и слегка заплетающийся голос Валеры, который рассказывал что-то про веб-сайты и программирование. Вот гады. Устроили привал без моего приказа. Хотя, кто я такой, чтобы им указывать? Командиром меня никто не назначал. Я шумом выпрыгнул из кустов и приблизился к огню. Старый рубил суч и аккуратно укладывал большую кучу. Айтишник расположился на бревнышке, нога на ногу. В руке моя термокружка. В центре композиции аппетитно скворчащая над огнем туша оленя. О, Санек, че так долго? Заулыбался Валера. А где Лена? Не понял. У нас что тут, пикник с шашлыками? Хмуро спросил я. Ваш костер с дороги видно. Ты не серчай. Ну, отдых тоже нужен. Молвил дед, прикладываясь к фляге. А тебе не Лешко будет, Егорыч? Так это ж для сугреву. Действительно, че это я начальника врубаю? Глухая ночь, тайга. Вот здесь и переночуем. Присев рядом с комрадом, я расслабил наконец свои натруженные спортивные ноги. Лена, прокричал я, иди сюда, все нормально. Держи, Санек, в штрафную. Блаженно улыбаясь, Валера передал кружку. Я хлебнул от души. Огненная жидкость пробежала по пищеводу, взбадривая нутро. Ништяк. Ох. Есть закусить. Конечно, вот печенюшки, тоже на дороге валялось. Все хоть собрали, спросил, закидывая в пасть пару штук. Не сумлевайся, хмыкнул дед. И патроны, и дьбу. И мой вепрь. Передернув затвором, похвастался Валера. Да я уж вижу. Блин, вы все-таки убили оленюшку. Я помог Лене спуститься в костровую яму, укоризненно глядя на Егорыча. Так это самое. Лесничий отвернулся. Подох, зверь. Ну я, чтоб добру не пропадать, из упряжи его вжить и навертел. А где Саня и где второй олень? Спросил я. Старик развел руками. То я не ведаю. Убег поди. Кто ж знает, что на уме у зверь-то дико. Лена уселась рядом и закрыла варежками лицо. Не реви, успокоил я. Ты же не думала, что рогатый будет жить вечно. Я не реву, дым в глаза лезет. Блин, ща вся шуба провоняет. Вздохнула девушка и принялась вытряхивать снег и сапожек. Главное, следи, чтобы искрами не прожгло. Усмехнулся я, протягивая напиток. Глотни-ка чайку и сходи, нарви лапника. Здесь переночуем. Лена поднесла кружку, понюхала. Носик сморщился. Но надо отдать должное. Все выпила. Вернув посуду недоумевающему Валере, натянула обувь и отправилась ломать ветки. Молодец, подумал я. Хозяйственная, хоть и стонет постоянно. Егорыч покрутил вертел, чтобы другая бочина тоже пропекалась. Наплескал еще по чуть-чуть из фляги. Я достал нож и отрезал более-менее поджаристый кусок. Ну что ж, можно и расслабиться. Мы принялись неспешно беседовать обо всяких пустяках. Вскоре Лена, натаскав огромную кучу лапника, присоединилась к нам. Мы болтаем и смеемся, забыв о проблемах и ужасах войны. Здесь, в сердце северного леса, кажется, будто мы – последние люди на планете. Даже моя паранойя отступила, смущена вглубь разума. И это едва не стоило нам жизни. Сухие сучья уютно потрескивают в костре. Я откидываю редкие прилетающие искры с шубы Лены. Девушка вовсю клюет носом, уткнувшись в мое плечо. Егорыч бодро храпит, давно приговорив свое пойло. Не спим только мы с Валерой. Другану просто не спится и хочется поболтать, а я думаю о схроне. О том, что в нем улучшить ближайшие месяцы. Чаю хочется! Потянулся Валера. Санек, у тебя не осталось заварки? Ой, я бы тоже чайку попила с печеньками. Тут же проснулась Лена. Да нету нихуя больше. Я выкинул окурок в костер. А почему ты так мало взял? Блять, смысле мало? Пиндосы ебаные все отобрали, забыл. Сань, не кипятись. Кстати, давно хотел спросить. Валера принялся протирать линзы очков. Почему ты так много материшься? У меня уши просто вянут, а с нами дама. Она привыкшая. Ухмыльнулся я. Правда, любимая? Да пиздец, с грустью сказала Лена. Нет, я считаю, что мы культурные люди. Согласен? А раз мы культурные, то должны выражаться культурно. То есть, не используя ненормативные слова из лексикона маргинальных личностей. Если бы в книжке, например, кто-то матерился, я бы тут же бросил ее в костер. Да ну нахуй. Да. Сейчас я читаю замечательную книгу механики Александра Марта. И там никто не матерится, заметь. А мне поебать. Я люблю материться. Так получается более ярко выражать свои эмоции. А ты, Валера, не материшься, и все говно в тебе копится, копится, а потом хлещет через край. Прямо как сейчас, блядь. Если уж ссылаешься на книги, то должен знать, есть дохуя напечатанных произведений с матом. Даже Пушкин, Александр, блядь, Сергеевич хуячил матерные стихотворения. Так что, дружище, я буду разговаривать так, как мне нравится. Вот, слушай. Хуй, 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 перестань. Мы с Леной рассмеялись, увидев, как скривился Валера. Что может быть лучше, чем затроллить своего нервного, закомплексованного друга? Чё вы ржёте? То есть ты хочешь сказать, что написал бы книгу, используя мат? Естественно. Кстати, спасибо, клёвую идею подал. Я поворошил палочкой угли. Точняк, надо книгу написать. Ты, книгу? Развеселился очкастый. И как ты назовёшь свой шедевр? — Схрон? — не задумываясь, ответил я. — Ух, схрон! Ну ты доставляешь! И про что же ты напишешь? Я стиснул зубы, чтобы успокоиться. Нельзя показывать свой гнев, что хочу выхватить револьвер и послать толстую пулю промеж наглых очков. Самообладание держало верх в этой внутренней схватке. Я буду писать свою автобиографию. Всё как есть, всю правду. О своей отваге и героизме. О своих бугристых бицепсах и кубиках пресса. Вот ты опять погнал свой бред. Ну где у тебя бугристые мышцы? В фантазиях. И нет никаких кубиков, у тебя пивной пузан. Я вообще поражаюсь, как ты всё это вытворяешь. Ты просто какой-то психопат с комплексами. Нет. А за такие слова, Валера, в книге я тебя выставлю полным олухом. Но тебе даже не дам почитать. Значит, никто не прочитает твою книжонку. Ха! Может быть, не прочитает. А может быть, прочитают десятки тысяч человек в другой параллельной вселенной. И будут орать в голосину с того, какой ты мудак. Ребят, вы ещё подеритесь, сказала Лена. Что с вами такое? Ладно, проехали. Буркнул я. О, кстати, вспомнил. В термосе всякая заварка осталась. Я ж его не мыл. Валера молча набил в котелок снега и поставил на угли. Я вытащил из рюкзака металлический термос. Тот самый, что достался от зэка-газелиста Толяна. Ништяк. Сейчас чаищу, забабахаем. Плевать, что вторики. Когда снег в котелке растаял, я налил в термос тёплой водички, чтобы отошла застывшая заварка. Побултыхав немного, вылил в котел. Айтишник добавил ещё снега. Сунув нос через минуту, недоумённо произнёс. А что это такое плавает? Не похоже на чай. Это мухомор и друган, не боись. Чё, отравить нас решил? Да ничего не будет, Несы. Тем более сам же пил его перед атакой на город. Меня сейчас вырвет. А я думал, чё со мной не так? Думал, у меня шизофрения. А по-моему, прикольно вышло. Это совсем не смешно, Саня. Спасибо, но пить твой чай я не буду. Ну и не пей. Нам с Леной больше достанется. Я такое тоже пить не хочу. Гримаса отвращения возникла на личике, когда любимая заглянула в котелок, где весело закипали шляпки мухоморчиков. Спокойной ночи! Валера завалился на бок, натянув шапку на глаза. Лена зевнула и уложила голову на моё крепкое колено. Ну и спите. Я снял чаёк с огня, поглядел на неаппетитно выглядывающие грибасы. Вздохнув, налил отвар в термокружку. Выкинуть мухоморы, которые столько раз выручали от опасностей, мне представлялось кощунственным. То же самое, что помочиться в костёр или не почистить сайгу перед сном. А так хоть покушаю. Допив грибной напиток, я ещё несколько минут доедал шляпки. Ничего так, вкусненько. Надо было водку ими закусывать. Я осторожно прислушался к внутренним ощущениям. Как и предполагал, никаких эффектов не последовало. Жаль, все активные вещества, похоже, вышли. Облокотившись на карабин, тоже начал дремать. Внезапно пустив ядрёную порцию газов, проснулся Егорыч. Забив самокрутку, прикурил от полена и направился во тьму. «Эй, Егорыч, ты куда?» Окликнул я. «Где-то выспался уже. Чего сидеть-то как пень? Пойду по лес прогуляюсь, погляжу чего да как». «А, понятно». Я махнул рукой. Теперь-то можно спать спокойно. Мимо старча даже мышь не проскочит. Не то, что вражеские отряды. Через минуту я отправился в царство Морфея. Приснился странный сон. Кто-то зовёт из леса. «Санё! Санё!» Я узнал тоненький голос. «Мухомор, это же он!» Поднявшись с бревна, побежал, петляя среди ёлок. Мне захотелось увидеть таинственного друга, но тот словно играет. Голосок то ближе, то дальше. «Санё!» И писклявое хихиканье. «Мухомор, ты где, чувак?» «Покажись!» «Хи-хи-хи-хи-хи!» Становится всё холоднее. «Какой реалистичный сон, блин!» Я с тревогой обернулся. Отблесков костра уже не видать. Впрочем, чё мне переживать? Это всё нереально. Да и мухомор, мой друг, не причинит вреда. «Санёк!» «Сейчас, блин, тебя поймаю!» «Заколебал прятаться!» Я со всей прытью ломанулся на звук. За шиворот сыплется снег с потревоженных лап елей. Ноги проваливаются в глубоком снегу, но азарт неумолимо гонит вперёд. «Где же ты?» Когда в очередной раз раздвинул колючие ветки, увидал отблески костра. «Чёрт!» «Петлю, что ли, сделал?» «Или это мухомор специально водит по кругу?» Сделал ещё пару шагов и замер, похолодев. «Чужие голоса!» Губы скривили в суровой ухмылке. «Сейчас враги отведают моих пуль!» С уверенностью ночного хищника «Я двинулся вперёд!» С возвращением в реальность! Если вам понравились наши путешествия в мир схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих мирах.